Книга «Открытым оком», том 7, вопрос 1937. Нужно ли часто и непрерывное повторение Иисусовой молитвы или только по времени? Отвечает Игнатий Тихонович Клавкин. Если бы спросили о молитве «Слава Отцу и Сыну» или «Аллилуйя, слава Тебе, Боже!» или «Свят Господь Саваоф», тогда ответ был бы точным, что всегда и непрестанно повторяй эти словословия. А вот молитва прошения Господи «Помилуй» не может быть повторяема все время, если ты верующий, если ты уже прощен, если ты уже искуплен, причислен к липу святых, искупленных кровью Христовой, тогда непрестанное повторение этой молитвы будет выражать твое неверие в то, что тебя искупил Божий Агнус, что ты имеешь доступ к Его благодати, ты уже помилован в уверовании, в принятии Его веры и в крещение, он уже старые грехи не вспомнит. Если же случилось согрешить, то есть таинство исповеди, то есть таинство исповеди и причастие. Ты опять же уже прощен иногда утром, вечером. Нужно повторять эту молитву, так как, возможно, по неведению когда-то и согрешили, но достаточно всего несколько раз или один раз сказать, ведь Бог не глухой, Он услышит и ответит. Салон 90, 15. «Воззовет ко мне, и услышу Его, и с Ним я в скорби избавлю Его и прославлю Его». Исайя 65, 24. «И будет прежде, нежели они воззовут и отвечу». Они еще будут говорить «И я уже услышу» Иеремия 29, 12. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас» Исайя 38, 17. «Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». В Евстрате, день памяти, 9 января, молитва не сходила с уст его, и даже во время богослужения, находясь во святом алтаре, он непрестанно повторял про себя «Господи, помилуй». Совершил он также и много чудес, которые, несомненно, свидетельствовали о богоугодности его жизни. «Отшельники, затворники в молчании, ваш подвиг изумляющий в веках, но с Библией хотя бы раз сверялись, намек о том есть в главах и в стихах. Бог, сотворивший древле человека, признал нехорошо быть одному, добьется ли один больших успехов в сражении, в плену и на дому, один былинка, искорка, песчинка. Не поговорить, не поделиться счастьем, первопроходцы, трезвые мужчины, с них суждено общению начаться. Христос на проповедь послал по одному, самодостаточностью разом подавиться. Кто одинок, тот проиграл войну, мы ягодки на виноградной кисти, смиряться, научиться, претерпеть, чужие недостатки, вой от клира, нас небо учит дивным хором петь, соединять. В единстве неотмирном. Познаешь ли себя, когда один, характер на своих дрожжах прокисших, во всем всегда себе ты, господин, в поступках, в арматаниях и в мыслях, конечно, скажешь. Бог молитва и посты, сухояденье, бденье и тревоги, смоковнице в саду дано расти. Садовник так решил, Бог и Егова, кому один пойдешь благовестить, любовью поделиться и талантом. Нам переправы строить и мосты не просто быть культурным и галантным. В общении гранищик наш шлифует, дабы отобразить характер Иисуса. Небесный хор и наша, аллилуйя, вино в сосуд, но только с новым вкусом. 7 июня 2003 года. Игнатий Тихонч Ларкин. Субтитры создавал DimaTorzok